Девушки отдыхают Максим! Руки от него бери, урод! Ух ты! Боюсь, боюсь! Мне этот гончар вообще простачком показался. Я удивилась, что он тут делает. Тебя, Иванушки, дурачки, никогда не интересовали. Зато я смотрю, тебя он сильно заинтересовал. А у тебя есть парень? Освобождение от нарядов понадобились. Зачем ты так? Я серьезно. А что ты вдруг про грехи мои старые вспомнил? Мне и в капитана хорошо. А я тебе, Давыдов, в капитанах ходить не запрещаю. Иди. Ясно. Ну, в общем, ты палил, знаешь, кого бы мы сейчас не рассматривали, ясно одно. Утечку информации надо искать у тебя на работе. И что я должна за это? От нарядов освободить? Зачем ты так? Ну, ты же сама говорила, что ты цветы любишь. А это подарок. Может, цветы потом спасибо скажут? Спасибо. Не за что. И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я Ну, привет тебе, свидетель-дебошир Вот только не надо так краснеть Всё в порядке Я тебе фотографии принесла Вот, на всех распечатала Спасибо И всё? А где спасибо огромное? Я рад и счастлив? Где полный восторг? Я рад и счастлив Я вижу А на фотографиях ты вообще не улыбаешься А что ты там за тост говорил? Я не поняла Что-то про любовь к Наташке Слушай, а давай сделаем вид, что тебя это не касается, ладно? Боже мой, какие мы скрытные Ты посмотри Только запомни Если я что-то хочу знать Я своего добьюсь Хм Это семейное? А ты думал Не зря мы с Наташкой так похожи Так что тут без вариантов Ну, ладно Тут с тобой не повеселишься Я, пожалуй, пойду Который час? Не знаю, я часы потерял Может, на свадьбе? Не помню Странно А у меня дома вот уже который день чьи-то мужские часы завалялись Не твои, случайно? Металлические? Угу С двумя такими стрелочками и циферблат круглый Смешно Только если ты говоришь о моих часах То на моих было три стрелочки, еще и секундные Ну, ладно Я тебе принесу, а дальше сам разбирайся И не в лом будет бегать с курсонскими часами? Мне не в лом Ну, ладно До встречи Свидетель Одевайтесь и можете быть свободны Царев Я Задержись на секунду Вот, возьми Я прочитала Книжка просто супер Я очень много узнала и... Не надо Это тебе Как? Так Я же говорил Это подарок Ну, за что подарок? И стоит она, наверное, недешево Забери Понимаешь Я всегда хотел подарить девушке Миллион алых роз Это, конечно, не миллион Но так Пару тысяч В бумажном виде Ну Тогда спасибо Не за что Я пойду Эй, Арны А вернее, это цыплята Компромат на вас пришел О, фотки Дай посмотреть Так, успокойся Получают те, кто хорошо кушал Я сам раздам Так Стой На Этому дала Этому вот этим дала Этому не дала Смотри, у тебя такая есть? Кому-то фотки А кому-то Именно в этот день Полину ее грабили Как она? Оно Отходит потихоньку Только вот категорически Не хочет ночевать дома У Ксюхи пока ночует Ну, ты не переживай Все образуется Марина обещала ее навестить Ну, я не переживаю Я больше парюсь Из-за крысы Которая Ее бадюга нам сдала И тебя наверняка Будет где-то сидеть Улыбаться При встрече Ты знаешь Я чем больше думаю Тем больше радуюсь Что мы в армию пошли Как-то слабо представляю себе Такую ситуацию Среди военных А у гражданских По-моему, это запросто Навести Подставить за вознаграждение Ладно тебе, Красс Я тебя умоляю Везде этих гадов хватает И армия не исключение И у нас Оружием из складов торгуют И за деньги Из окружения выпускают Ловить надо этих гадов Как тараканов Какой план будет? Думаю пока Не знаю Слушай, а ведь Лиля Действительно очень на Суханова похожа Я как-то на свадьбу Не очень заметил А тут прям Да стопудов, Серый Они вообще как близнецы Получается, тебе просто Замену сделали Вместо Рональда Рональди не на поле вышел Так, Брага А удар Зидана Головой об грудак Не хочешь? Злой ты, Гончар А я, между прочим, дело говорю Тебе просто второй шанс дали Макар Там папа к тебе приехал А что? О, фотки А мне есть? Нет О, здоров Привет Ну, рассказывай, как дела Как на свадьбе погуляли? Да без размаха Не тебе драки Не тебе биты посуды Ну, молодым понравилось Да, понятно Но вообще-то свою уже пора планировать Ну, когда соберетесь? Так, а ты ради этого приехал, да? Спросить, когда у меня свадьба будет? Просто к слову пришлось Хотя, не скрою, об этом каждый отец мечтает Да, да, мой дорогой И я не исключение А приехал я, ну, чтобы к вам в гости Напроситься Так можешь заезжать Любой день Ты понимаешь, что мне интересно На новоселье посмотреть Да Увидеть, во что кредит воплотился Вы ведь такое количество планов строили Папа, новоселье отменяется А в чем причина? Помню, как вы мне свои планы расписывали Вплоть до домашнего кинотеатра Полин за это дело так у Фарьянов взялась Полину ограбили? Кредита нет Как ограбили? Наташ Наташ Ну что? Я все по поводу свидетеля Так Но он же одно время Серьезно запал на тебя Ну, запал, не запал Тебе какая разница? Интересно Преподаватель, ученик Романтика Никакой романтики Все было очень буднично Значит, все-таки было Класс Я представляю, как его парню пришлось Ладно, просто преподаватель Но ты же еще и старше по званию Ты представляешь, как он конкретно рисковал? А что это ты вдруг так им интересоваться начала? То фыркала, губки поджимала А теперь вдруг столько внимания А? Заинтересовали вы меня, Наталья Александровна Своим курсантом Ну, оказалось, все не так просто А я люблю тайны Лелька А что ты хочешь? Ну, может быть, на что сгодиться Так Я должна тебя предупредить Что с ним Несерьезно нельзя Особенно, если он ответит взаимностью Да ладно Я серьезно тебе говорю Ну, мамочек Может, мы еще немножко погуляем? Зараза Макс Почему ты мне сразу не позвонил? Ну, ладно мне Милицию почему сразу не позвонил? Пап, меня не было дома У Полины шок Да, мы упустили время Ну, и Полина не хотела начинать новую работу С таких неприятных новостей Все равно я не понимаю Ты говоришь, что это случилось По наводке из нашей компании И я об этом узнаю вот только сейчас Пап, это мы и сами недавно поняли Ну, если не секрет Каким образом вы это поняли? Пап, ну, посуди сам Они пришли по адресу В день получения кредита Знали, что меня дома не будет Знали, что будет конкретная сумма Может быть, ты и прав Только я одного не понимаю Ты все это время молчал Как ты собирался вообще решать этот вопрос? Ты знаешь, пап, Полина вообще против Чтобы я с тобой разговаривал на эту тему Замечательная позиция Очень конструктивная Слушай, я думал, вы взрослые люди А вы просто детский сад Видишь ли, в чем дело Я вот тут сейчас тебя послушал И понимаю, что это все не первый случай Было у нас ограбление сотрудницы Девушка машину продала И вот точно такое же случилось И еще сумку у бухгалтера вырвали Значит, знали и ожидали Пап, так получается Ноги растут из одного места? Да И значит, настало время Это место найти Смотри, здесь у Козина Глаза красные, рот открыт Прямо как у Зуми, да? Где? Дракула, дракула Слушай, ну капец Не трогай, пожалуйста, жирными руками фотографии Свои будешь трогать, а мои не надо Да ничего не жирные у меня руки Все равно, нефиг, ладно? Во, вот это зацени Так, все, пацаны, давайте завязываем Тихо, тихо, тихо Нормально все Ты после такой фотографии вообще на Нике должен жениться Да, слушай, Орген У вас там, это, языки в узел не завязались, ну, после такого поцелуя-то Не завязались, давай сюда фотографии Да ладно тебе, а Чё ты дергаешься, Орген? Мы с полей свои, если чё, могила Ты главной Зоей своей не рассказывай, а то она тебя самого в узел завяжет Слушай, ты следи за своими фотографиями, чтобы Анжела из педы не увидела А при чём здесь Анжела? А при чём здесь Зоя? Да при том, что ты прыгаешь от одной тётки к другой, как блоха Я даже не знаю, с кем ты встречаешься, Орген Насчёт Анжелы пасть заткни, понял? Что значит от тётки к тётке? Кто блоха? Что значит пасть заткни? Ты и значит, Орген Сам бегал, мил, две тётки Пацаны, с какой остаться? И Анжелу к своим тёткам в один ряд не ставь, понял? У тебя, значит, Анжела, у меня тётки, да? Какой же ты печка-козёл Э, парни, парни, тихо! Вы чё, слова слова завели! Впереди, моя шанс Сам собирай Вот и поговорили, парни, разошлись Иди отсюда, Орген Я прошу вас, оставьте нас с Полиной Сергеевной Я прошу вас, оставьте нас с Полиной Сергеевной Извините Пётр Иванович, если вы по поводу последних сводок... Полина, объясни мне, почему ты не рассказала мне о том, что произошло? Откуда вы знаете? Максим рассказал Я же его просила Просила, просила, причём здесь это? На что вы рассчитывали, я не пойму? Почему ЧП такого масштаба скрывается от меня? Пётр Иванович, я не хотела Просто это так ужасно выглядит Я всего неделю здесь, по вашей протекции И вдруг такой скандал При чём здесь скандал? Нужно срочно выяснять, кто это И потом речь не об этом А речь идёт не о престиже, а об элементарной безопасности нашей компании Тем более, из-за меня у всех будут неприятности, допросы Пришла новая девочка И сразу всем мало места Ну зачем такая нервозность? Нервозность? Дервозность будет ещё больше Если мы не выясним, кто это на самом деле Как оказалось, это не первый случай А игра в молчанку, это просто какое-то детство Полина Простите меня просто Ну, хорошо Я до сих пор Они сказали, что Если об этом кто-то узнает, то У нас с Макс Господи, так страшно Ну, ну, ну Простите, Петр Выйди отсюда Ну, 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 ну Перестань, девочка Перестань Всё будет хорошо Я обещаю тебе, всё будет хорошо Отойду, а то там соплями измазаться можно Чё ты сказал? Э, иди сюда, я тебе сейчас прочищу нос Слушай, Макс, ну он же первый нарывается Так, ребят, да вы его оба достали уже со вчерашнего вечера Был-был-был Ты козёл, нет, ты козёл Идите в другое место, рогами меряются Да чё он первый лезет? Тут первый Хоррел Так, ровняйсь Отставить Ровняйсь Смирно Товарищ капитан Личный состав по вашему приказанию построен Отсутствует Сухомлин, Ерохин, Седых, Красильников в наряде Заместитель командира зоны Ширан Прохоров Вольно стать в строй Вольно Есть Ну что, слушай задачу на сегодня Сегодня мы выдвигаемся на полигон Где у нас будут проходить тактические занятия с последующими стрельбами Начинает занятие майор Губский Ну, а к стрельбам присоединится подполковник Василюк Всё ясно? Так, точно Ну всё, команда Прохоров Есть Разойдись Ты чё? Иди сюда А ну, петухи, разошлись Два дня уже заплатят Козелик, ты сегодня дежурный? Раздвинь-ка их кровать, а то покусаются ещё Светлана Кирилловна О, а я тебя как раз искала Сбегай, пожалуйста, к дежурному по училищу Пусть оставят списки на прививке по второму батальону У нас срывается график вакцинации Ха, смотри, царь, как тебя мистера пасёт Прям дырку в спине тебя прожжёт сейчас Ты слышишь меня? Понятно Ну что, не сработало? У меня всегда всё срабатывает Светлана Кирилловна Сейчас отрабатываем тактические задачи Наступление и оборону Первая группа наступает, вторая обороняется Потом группы меняются Каждой группе придаётся БМП Экипаж состоит Сержант, курсант Первый борт, экипаж Перепечка Варнава Второй борт, резник Ковнацкий Товарищ майор Товарищ майор, разрешите обратиться Курсант Варнава Что тебе Варнава? Разрешите поменяться и перейти в другой экипаж Что значит поменяться? В чём дело, Варнава? Дело в том, что у нас перепечка Разные стили вождения Какой стиль вождения? У БМП-1 стиль вождения Правильный и аккуратный У них просто этнический конфликт на почве девушек А из БМП-1 должен выйти только один Отставить разговоры, Брагин Перепечка Я Ладно Потом с вами разберусь Варнава может поменяться Экипажи к машинам Группа на исходную Вперёд! Ну, здорово, что ли? Здравия желаю, товарищ Геннадьевна Здорово, здорово, товарищ вечный капитан Очень смешно А скажи-ка мне, Василий Макарович Это ты специально из своего кабинета спустился? Не поленил, чтобы так очень смешно пошутить, да? А почему ты решил, что я шучу-то? Я, может, серьёзно? А я, знаешь ли, воинских званий не стыжусь Да? Угу Я тут, знаешь ли, повидался с этим генералом, на которого ты тогда наехал Ну, потолковали Тебе и делать-то, собственно, ничего не надо Придёшь к человеку, извинишься, объяснишь, что к чему И всё в порядке Не пойду извиняться Это почему же-то? Ну, а как ты себе это представляешь? Столько лет прошло, и тут весь, вот он, я такой, да? Я приду и скажу Помните одного гордого идиота, который у вас несколько лет назад переехал? Так вот, он подумал, и уже не гордый, так, что ли? Молодец, Давыдов Вот именно так и надо сделать Я думаю, ничего с тобой не случится Если один раз в жизни ты переступишь через себя Знаешь что, Василий Макарович, ты меня хоть убивай, а Извиняться я не побегу, поздно Это почему это? Дудки Мне и в капитанах хорошо А насчёт сроков, так я ещё пару годков в капитанах покажу Так, того, гляди, там и в книгу рекордов Гиннесса попаду Ну, и там деньги, слава, всё такое Знаешь, что я тебе скажу, Давыдов? С твоим языком и с твоим характером И капитана многовато получается Пенёк Первая группа атакует Рокоров, фланги подтяни Есть Левый фланг подтяни, не отставать Барнава, ты ещё встал А? Чё? Сейчас, сейчас тронемся Ну, держись, Петечка Вторая группа переходит в контратаку Гончар, вперёд! Обрабатываю свистый бой Есть Контр-атаковать Так, внимание, взвод! Слушай боевую команду! Контр-атаковать и уничтожить противника! Перепечка, вперёд! Вперёд! Перепечка, что случилось? Что-то с БМП второй группой не так Гончар, в чём дело? Босьмак, вы поедете или нет? Кавнацкий, что случилось? Не знаю, чё-то не заводится Перепечка, вы сейчас у меня оба заглопнете! Так, освободи место! Ну, что, орлы? За землю-матушку! Опа! Да чтоб у первой группы пук и перья полетели! Вперёд, Бурак! Ну, красота! Прям картина масла! Первая группа! Равнее цель! БМП аккуратней! Слушайте меня и слушайте друг друга! Встречный бой! Максимальная аккуратность! Первый борт подбит! Барнава, что происходит? Я рассказал, ваш БМП подбит! БМП-перепечка! Стоять, я сказал! Стоп всем! Да они что там? Рикнули, что ли? Стоять! Стоять, я сказал! При душу обоих! Придурки малолетние! Ну-ка, стоять! Ну, всё! Ну-ка, вылезай быстро сюда! Сейчас я вам уструю на бабулю! Бегом! Сюда! Давай! Ну-ка! Ой, моя мать! Орляйся! Цена! Цена! Да! Разрешите? Заходи! Ты что-то хотел? Да я, собственно, к тебе! Ко мне? А что случилось? Да вот! На полосе руку распахал! Так, покажи руку! Не надо! Я просто хотел сказать спасибо! Ещё успеешь! А сейчас не мешай! Вы что, совсем охренели? Вы себе представляете, сколько это железо весит? Вы лобовую решили устроить? Чё молчим-то? Чё, глухли? Никак нет! Ах, никак не нет! Значит, слышим! А чё ж ты, перепечка, тогда мой приказ-то не выполнил? Товарищ майор, у меня проблемы со связью были! Проблемы со связью? А у тебя какие были проблемы, Варнава? Товарищ майор, вы сказали, что БМП повреждён, но не сказали, насколько! Я решил, что повреждения незначительные и продолжил атаку! Не хотел подводить группу! О группе ты думал? Да ты меньше всего в этот момент о группе думал! Я же все ваши разговоры по рации слышал! У тебя же перед глазами только перепечка был! А в этих глазах мысли! Вот хрен я тебе свернул! За такие дела расстреливать на месте надо! А у тебя, перепечка, не со связью проблемы были, а с головой своей деревянной! А чем очень серьёзные! И у тебя тоже, Варнава! Значит так, личный состав на приём пищи! А для этих камикадзе у меня будет отдельно военно-спортивный праздник! Командуйте, сержанты! Есть! Вторая группа, на право! Шагом! Шагом! Марш! Марш! Левой плечёй вперёд! Раз! 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 Два! Три! Прямо! Ну что, любители, лобовой, сейчас мы будем ваши чугунные головы проветривать. В полной выкладке, маш-бросок вокруг полигона. Кто придёт последним, тому четыре наряда вне очереди, кто придёт первым, тому два. Товарищ майор, это же 12 километров. Мы бегаем обычно шесть. Это для тех, кто лобовую не любит, Варнава. А для тех, кто любит, 12! Задача ясна? Так, точно. Выполнять! Есть! Больно? Да так, побаливает. Сильно? Ты знаешь, что-то дёргает. Может, ты мне дашь обезболивающая? Ну, у нас обезболивающая только мамина выписывает. Они у неё вон в отдельном шкафу хранятся. Но тебе не должно быть очень больно, порез ты неглубокий. Да я знаю, но всё равно болит. Смотри, если станет хуже, ты приходи, я скажу Светлане Кирилловне, и мы что-нибудь придумаем. Хорошо? Спасибо тебе большое, Лен. Ты знаешь, а мы ведь так и не познакомились. А я знаю, тебя Саша зовут. Я в карточке посмотрела. Скажи, а ты когда спрашивал, есть ли у меня парень, ты правда хотела знать или... Правда. Здравствуй, Леночка, ты занята? Да, Дим, подожди минутку. Всё. Спасибо тебе, Лен. Да, ты извини, но у нас обезболивающая только через мамину. До свидания. Пока. Пока. А, да. Вот, я фотографии хотел Марине передать, а Светлана Кирилловна в училище нет. Ты не знаешь, скоро она будет. Я сейчас узнаю. Посидишь? Хорошо. Ну что, пацаны, предлагаю делать ставки. Ставлю банку тушёнки на то, что первым прибежит в Арген. Потому что с перепечка, с голодухи вообще не бегун. Слышь, Колян, ты на кого ставишь? Я сейчас не до смеха брали. Я с печей в одной машине ехал. Ну, печка, говоришь? Ну ладно, печка так печка. Если он унюхает, что мы тут точим, он же в секунду. Сидите, сидите, расслабьтесь. Я с вами, ребята, вот о чём поговорить хотел. Как же всё-таки это получилось? Ты же с ним в одной машине был. Почему не остановил? Товарищ подполковник, да как тут остановишь? Я и не понял сразу. Я потом только вспомнил, что у них вчера вот конфликт возник. Да мозгов у них нет. Вот и подцапались из-за фоток. Ещё и в сметане друг друга искупали. То есть ваши товарищи уже сутки готовы друг друга в лепёшку, а вы наблюдаете и веселитесь. Да кто веселится, товарищ полковник? Тогда почему не остановили? Или они вам не товарищи? Да в том-то и дело, что товарищи. Ну, думали, друзья разберутся сами. Вот и разобрались. Ну, а как ещё, товарищ подполковник? Это же не детский сад, чтобы каждого за ручку держать. Тем более никто не думал, что так получится. Не думали, не знали. Да, ребятки, вы кто такой Лермонтов, знаете? Так точно, поехали. А кто такой Мартынов? Это тот, который Лермонтова застрелил на дуэли, да? Верно. А кем ещё был Мартынов, знаете? Офицером, по-моему. Они рядом служили где-то. Да не рядом, а вместе. И при этом были очень хорошими товарищами. Вам это ничего не напоминает? Блин. Чё встал? Давай беги. Захотел, я встал, понял? Не командуй мне тут. Слушай, беги, говорю, в аргент. Не выпендривайся. Надо бы постоять, когда он война приказывал. А я хочу сейчас постоять. Понял меня? Дима, она на совещание уехала. Это надолго. Ага. Так, давай, знаешь что? Я напишу ей на конверте, что это от меня, а ты передашь. Хорошо? Хорошо. Дима, ты ключи не видел? Нет, не видел. Какие ключи? Ну, это кабинеты от шкафов. Три ключа в связке. Ничего не видел. Куда же я их делал? Голова стала дырявой, как у старой бабки, а? Слушай, сюда никто не заходил, пока меня не было? Нет. А я не брал, честное слово. Ты-то тут при чём? Ты у нас свой. Куда же я могла их задевать-то, а? Слушай, а может быть, тот, который с рукой заходил? Кто, Царёв? Ну да. Ну зачем ты на человека наговариваешь? Ну я, наверное, сама куда-то их запихала и не помню. Ну ладно. Я побежал. Тебе большое спасибо. Пока. Пока. У Лермонтова друзей хватало. Только дружить с ним было непросто. Характер у него был тяжёлый. Любил по скандали. Тимера в этом не чувствовал. Никогда бы не подумал. Да. Однажды он ехал с четырьмя офицерами. Недолго ехал, всего пару часов. Но при этом успел с каждым из них поругаться. И каждого вызвать на дуэль. Лихой парень. Так вот. Однажды на бал Мартынов пришёл в какой-то олиповатой черкеске. Лермонтов над ним пошутил. В присутствии барышни. Ну, Мартынов сделал ему замечание. Лермонтов ещё добавил. И всё. Дуэль. Как у наших прям. А Мартынов хорошо стрелял? Да, в том-то и дело, что он стрелоком был никудышный. Ну вот, их друзья решили, пусть стреляются. Достали старые раздолбанные пистолеты. Дистанцию увеличили в полтора раза. Поставили Лермонтова на склоне холма, чтобы Мартынову пришлось целиться снизу вверх, что неудобно. Все поблажки поя это. А Лермонтов сказал, что стрелять не будет. Но заявил это в хамской форме. Я в этого идиота стрелять не собираюсь. Смешно? А через пять минут пули в сердце. Все, включая Мартынова, были в шоке. Получается, во всём Лермонтов виноват? Нет. Друзья виноваты. Друзья, которые решили, что всё само собой рассосётся. Такие же, как вы. Товарищ полковник, мы же не устроили им дуэль. Сорок тонн запрессованной брони. А внутри два поэта с амбициями. Это, братцы, похуже дуэли. Подумайте. Ладно, будь здоров. А, извини. О, Крас. Привет. Здорово. Вот это мне и нужен. Скажи мне, пожалуйста, кто молодёжи меня сдал? В смысле? Ну, кто растрындил первокурсникам, что у меня малый бизнес. Они меня за дом быта теперь держат. Так ты радуйся, вокруг кризиса к тебе народ валит. Ага, вот ты улыбаешься, а они меня задолбали. У меня всё должно быть в меру. Этот шкет ко мне сорок шестой раз подходит. То ему книжку по садоводству купит, то ему дубликат ключей сделает. Я офигею, дорогая редакция. Дубликат ключей? Ну да. Лечит что-то, что у него квартира в Москве, какие-то друзья приезжают. Дубликат ключей ему сделай. В общем, молодой, но уже мутный. Слушай, а покажи, как ключи. Обычные ключи. Нет, Шулик. Это не обычные ключи. Эти ключи волшебную дверь от санчасти открывают. Да ладно. Ну что, набегались? Так, точно. Так, точно. Это хорошо. А теперь, что касается нарядов. Поскольку, поскольку, как я гляжу, у нас победила дружба, делим пором. По три наряды каждому. Все. Свободный. Есть. А я когда бежал, мне комар просто летел. И нафига ему ключи от санчасти? Чего он там забыл-то? Думаю, градусники ему вряд ли нужны. Вариант один. Лекарства. Не зря он медсестре про безболивающие пел. Угу. Думаешь, употребляет? Сомневаюсь. Я этого парня еще по КМБ знаю. Он свое здоровье вряд ли будет гробить. А вот насчет заработать, это более чем вероятно. Как лихо он, ключи свистнул, а? Лихо, я ему задницу лихо надеру. Лихать. Ладно, что делать-то будем? Знаешь, по-хорошему нужно сдать его дежурному по училищу с этими ключами вместе, там с ним разберутся. Да не вариант. Мы же не стукачи. Ну а какой вариант еще предлагаешь? Ключи пропали, медсестр он подставил, пойдут кражи, а лекарства там серьезные. Да я понимаю, что не манпансье. Я, знаешь, что думаю? По начальству это передавать крайний случай. А вот парень он молодой, зеленый. Дури в башке много. Даже более чем. Во. Мы его немножечко шуганем? Лишняя дурь из башки выветрится. А вот там мы посмотрим, что с ним делать. Мы не будем же парню в самом начале жизнь ломать. А? Дадим ему шанс. Ну знаешь, как говорится, черного кобеля не отмоешь до бела. А ладно. Дадим ему шанс. Знал я, что ты гуманист-почвенник. Ладно, с этим понятно. Чего с ключами будем делать? Знаешь что, Шулик, а ты сделай дупликат. Нафига? Ты сделай, сделай. Только сделай два экземпляра. Давай. Ладно. Ну и лицо. Как не зайду к тебе, ты все веселее и веселее. Просто устал. Мм. Мы сегодня по полю круги наматывали. По полю? Так вы еще и футболисты на полставки? Да нет. Скорее трактористы. А ты что к нам зачастила? Твои? Мои. Надо же. Ну, наконец-то улыбнулся. Слушай. Не, спасибо тебе, конечно. А я уж с ним был и распрощался. Ну, а теперь скажи им здрасте. Здрасте. Я вот думаю, что мне с тебя взамен потребовать. А одного спасибо недостаточно? Ну, что ты. Я девушка скромная. Спасибо это очень много. А вот поход в кафе очень даже подойдет. Не, ну ты, конечно, извини. Но на шампанское ля франце меня не хватит. Ну, ничего. Чай для рус тоже подойдет. Пиши телефон. Дима. Ну, давай, заходи. Ну, что там у тебя? Что за секретность? Так, ты Цырёва знаешь? Знаю, но этим не горжусь. А зачем у тебя? Если кратко между нами, этот товарищ сегодня спер ключаться на части. И, похоже, нацелился на шкаф с обезболивающими колесами. Ты что, с ума сошел? Он же с нашего Суворовского. А что, ваши Суворовцы все с нимбом над головой ходят? Слушай, красный гонит. Такого быть не может. А если я тебе скажу, что я сам видел, лично? Блин, ну зачем? В Суворовском нариков не было, нет и не будет. Зато, видимо, есть бизнесмены. Этот пацан себе хороший бизнес устроил. Для начала спер у Леночки ключи, а потом еще заказал дублика шулику. Вот скотина. Зачем Суворовск это подставлять, сволочь? Ну что, пошли, морду на объем. Спокойно. Есть план поинтересней. Какой? Понадобится твой актерский талант сухой. Сможешь его спровоцировать? Я что, похож на шкафа с колесами? Да нет, просто я-то засветиться не могу, шулик тоже. А Царев-то он парень прошаренный, он сразу все поймет. Не, пацаны, надо тупо сидеть в засаде и ждать. Просто если у него ключи на руках, он рано или поздно спалится. Да нет же, нет, сухой. Мы что, целую неделю будем в санчасти, в засаде ждать? Ты должен его спровоцировать сегодня. Слушайте, а вы шуликом-то, махинатор и похлещица дело. Ладно, я попробую, и потом тебе все расскажу, окей? Пойдем. Здорово, Зюма. Привет. Че, как дела? Как учеба? Тебе, правда, учеба интересует или у тебя дело есть? Царев, у меня действительно к тебе есть дело. Пойдем, пойдем, а? Что из Сворцкого пишут? Нормально пишут. А че ты из этого секрет делаешь? Ты тут представляешь, мне не к кому обратиться, понимаешь? А мы же типа с тобой земляки, я думаю, вдруг ты, в общем, Царев. Ты колеса употребляешь, а? Че-то ты напутал. Да, Ланди, че ты очкуешь, все хорошо. Я тоже закидываюсь. Хотел себе праздник устроить. Че, не ожидал? Думал, что типу из Сворцкого не умею славляться? Сухой? Я не по этим делам. Слушай, а можешь попробовать намутить, а? Да, хорош тебе, че такой подоранный, все в порядке. Я беру себе, а тебе денег нормально накину. А че ты ко мне обратился? Слушай, Царев, я к тебе обратился, потому что мы с тобой земляки, понимаешь? К своим я обращался, они задние включили, ну типа правильные все, понимаешь? Ты как? Ну, может, будет вариант. Слушай, а можешь завтра пробить, а? А че за спешка? Да-да, ты есть у меня, понимаешь, хочу себя побаловать. А за скорость я тебе сверху накину. Да, ладно, попробую. Бывай. Давай. Ну, держись, торгуйся, счастье. Побой с кабарби. Что-то я придумал, Степ, слышишь? Глянь сюда, глянь, глянь, глянь сюда. Ты че, офигел? Я тебя сейчас догоню. Прости меня, пожалуйста, прости меня. Что, помирились, что ли? Да слава богу. А то на полигоне такое нам устроили. Прикинь, на боемпухах в лобовую пошли. Нифига себе. А мы как все офигели. Они прям как этот, Лермонтов с Мартыновым. А это ты почему вспомнил? Да так, Василюк рассказал. Пойдя докрас, садя в тукутичке. Классно. В общем, как я и ожидал, как я и думал, жадность рулит людьми. Ну что, думаешь, сегодня полезет? Должен сегодня. Я ему заказ на завтра оформил. Обещал призовые за срочность. Брага, а ты чего? Слушайте, пацаны, а что у вас там насчет Царева? Да ничего, тебе послышалось. Да не, я серьезно. Если у вас что-то против этой гниды имеется, вы возьмите меня в долю, не пожалеете. А у тебя что с Царевым? Да так, должок имеется. Возьмете? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братиш, бумажечки не найдется? Ты глянь, какие у него глаза большие, а? Ага. Видно проблемы. Что? Не выходит каменный цветок? Данила, мастер. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, что-то съел. Очень вредное для организма. Нехорошо. Надо же помочь парню. Ай! Значит так, братишка. Я людям адекватным помогаю, а с криминалом не связываюсь. Понял? Ты меня подставил, и я, скажем так, немного обиделся. Так что на будущее ты веди себя хорошо, а то бобо будет. Понял? Не слышу! Понял. И чтоб ключи завтра же вернула. Гнида. Помнишь меня? Так вот, вот вам моя сдача за ваш грёбаный телефон. Отличная картина. Как раз на пятьсотра. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»